Дождались. В Новом Рингое стартовал отопительный сезон. Сначала тепло поступит в социальные объекты, а потом батареи нагреются в квартирах горожан. Там потеплеет после того, как среднесуточная температура воздуха 5 дней продержится на отметке ниже 8 градусов. Подробнее о подготовке к отопительному сезону расскажет Екатерина Ильичева. В работе котлы 1-й, 5-й, насос МГВС 3-й, 4-й, питательный 4-й, температура МГВС 72 подачи, 57 обратка. Как поняли? В городских котельных рабочие бригады дежурят круглосуточно. Специалисты следят, чтобы оборудование работало исправно, а температурный режим был в норме. Подключение отопления – сложный технологический процесс, он происходит в несколько этапов. Сначала профилактические работы, потом проверка и комплексный запуск всей системы теплоснабжения. Подготовка прошла успешно, за лето выполнили все поставленные задачи, провели ремонт оборудования, осмотр, контрольные отрисовки. То есть оборудование готово у нас в работе, работаем уже в штатном режиме. На город тепло пущено, теплосеть. Батареи уже нагрелись в нескольких детских садах и школах. На очереди – учреждение здравоохранения. Ждать тепла осталось недолго и другим потребителям нового Уренгоя. Управляющие компании обзвонили, сообщили, что тепло на квартала подано. Они могут запускать, развоздушивать, подготавливать дома к отопительному сезону. По заполнению домов они также запускают дома и подают тепло. Отзвонил свою диспетчерскую Уренгоя теплогенерации, сообщая, что такие дома они свои запустили. Мы это отмечаем. То есть к отопительному сезону уже все подготовлено, все запущено. Для уравновесения между подачей и обраткой, чтобы два уровня заполнения заходили одинаково, чтобы качественно выдавить воздух. Управляющие компании ТСЖ за лето провели промывку внутридомовых сетей. Там, где необходимо, заменили стояки. Все материалы исключительно отечественные. Гарантию у пластиковых труб 50 лет. Однако горожане еще не услышали заветный шум теплоносителя в батареях. В этом нет ничего необычного, уверяют специалисты. После окончания летнего ремонтного периода промывок, опрессовок внутридомовой системы отопления в настоящее время проводится ее заполнение сетевой водой. И ожидаем запуска отопительного сезона, который произойдет при понижении среднесуточной температуры до 8 градусов на протяжении 5 дней. Уже скоро батареи прогреются в каждой квартире. Управляющие компании держат этот вопрос на особом контроле. Процесс подготовки, можно сказать, что уже завершен. Все инженерные сети прошли необходимые мероприятия. Прошла опрессовка, прошла промывка, гидравлические испытания там, где это необходимо. На сегодняшний момент идет заполнение сетей теплоносителем. Коммунальщики со своей задачей справляются. 16 котельных сетей полностью готовы к отопительному сезону. Остальные объекты жизнеобеспечения на финишной прямой. В части подготовки объекта в инженерной инфраструктуре Уренгой Горэлектросеть продолжается работа. Работа составляет 90% выполнения от плана. И данные работы будут выполнены 1 сентября. По уренгойскому филиалу «Газпромэнерго» выполнена текущий ремонт, опрессовка на плотность наружного газопровода оборудования газораспределительных устройств котельных. По вопросам отсутствия тепла в квартирах нужно обращаться по телефону горячих линий своих управляющих компаний и ТСЖ, а также в службу экстренного реагирования по номеру 25 00 33. Екатерина Ильичева, Николай Александров, служба новостей, «Импульс».